В Северной Осетии уже второй год подряд проводят конкурс «Учитель года». Квартира и сертификат на 200 тысяч рублей – главный приз, который победителю вручил лично Вячеслав Бетаров в свой последний рабочий день в должности главы республики. Он пожелал ответственно подходить к работе, так как на плечах педагогов лежит невероятная миссия. Ведь они открывают подрастающему поколению республики дорогу в мир знаний. Подробнее Марина Караева. На лице улыбка, а в глазах удивление от неожиданной победы. Учителем года Северной Осетии стала преподаватель английского языка 38-й школы Роза Слохова. Более 10 лет Роза Казбековна посвятила школе. Принять участие в конкурсе решила чисто из профессионального интереса. О победе даже не думала. Главное было участие и стремление показать себя и свое мастерство. Меня на самом деле сейчас так переполняют эмоции. Буквально вот только что же это случилось. И не могу пока даже описать свои эмоции. Ну, в счастье, наверное, я старалась. Мы так долго готовились. Это было очень трудно. И сейчас я, конечно, довольна. Но впереди еще предстоит долгий путь. Поэтому спасибо всем, конечно, за поздравления. Роза Слохова стала обладателем главного приза квартиры и сертификата на 200 тысяч рублей. Второе место заняла учитель химии РФМЛИ Татьяна Бибоева. Из рук главы республики Вячеслава Бетарова получила сертификат на 300 тысяч рублей. Третье место досталось учителю истории и общества знания 14-й школы Хета Гостаеву. Он получил денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Ваши успехи подтверждают богатый потенциал педагогического корпуса «Северная сеть». Говорят о высоком уровне и таланте наших учителей и воспитателей. На ваших плечах лежит невероятно ответственная миссия. Вы открываете подрастающему поколению республики дорогу в мир знаний. Второй год подряд в республике так масштабно проводят региональный конкурс «Учитель года». В этом году в нем приняли участие 35 человек. Конкурсные мероприятия проходили на базе нескольких школ республики. На всех площадках была организована онлайн-трансляция, где можно было наблюдать за всеми конкурсными испытаниями. Я думаю, что любой может поучаствовать. У нас в республике очень много хороших учителей, которые не участвуют в конкурсах. И я им советую участвовать тоже, потому что это такой бесценный опыт, который будущим обязательно пригодится. И это очень интересно. Трудно, но интересно. В этом же зале состоялось торжественное отчествование учителей, которые стали победителями региональных этапов всероссийских конкурсов «Профессионального мастерства. Воспитатель года» и «Педагогический дебют». В конкурсе «Педагогический дебют» победителем стал учитель истории и общества знания школы селения Заманкул Ибрагим Багаев. Он получил приз 100 тысяч рублей. А «Воспитателем года» стала Зарема Хуцистова, работник детского сада номер 3 города Беслана. Руководство Северной Осетии продолжает предпринимать всесторонние меры по поддержке и развитию системы образования, которая является одной из основ успешного развития республики и страны в целом. И особенно важны в данном вопросе подготовка и стимулирование профессиональных кадров. Марина Караева, Алан Суанов, Новости Осетии.